Сегодня мы начинаем с вами возиться с организмом второй принципиальный конструктор L-креол Организм, имеющий хорошее или правильное ягра И вместо того, чтобы сразу вам рассказывать, что такое ядро, как устроена эта клетка И сначала мы разберемся с вами вот Вот есть бактерия Вот она Помните, одну клетчатую стенку не рисуем Потому что клетчатая стенка – это часть бактерии или деталь, одетая на бактерию снаряд Так, нас интересуется одна бактерия Вот клетчатая мембрана плазмолема Это граница клетки Как называется внутреннее содержимое? Цитоплазма Цитоплазма Какие органоиды есть у всех бактерий и обязательно? Вау! Никуда не годится Хлорофил – это вещество, а не окануне, так, во-первых А во-вторых, у всех ли бактерий есть хлорофил Кольцевая хромосома Раз, и рибосома два Пола ответа совершенно бактерийна Во-первых, обязательно носитель на следственную информацию Супермолекула ДНК, которая свернута в рулон Кольцевая хромосома И, во-вторых, аппараты Молебулярные автоматы, синтезирующие белки Рибосомы Вот это то, что есть обязательно у любой бактерии Плюс к этому очень многим Есть такая установочка В рамках которой Мезосома Да Задачка мезосома – получение энергии Здесь происходят процессы, благодаря которым клетка получает энергию Ну, фотомембрана нам сейчас не интересна Вот эти детали Фотомембрана только у какой группы? Как называется? У какой группы бактерий? Для какой группы? Цианобактерии Цианобактерии То есть для них характерна фотомембрана У вас это нет Химические и физические условия Наилучшие для работы с ДНК Это тот же самый условие, который наилучший для получения энергии И эти два набора с точностью не совпадают Для условий наилучших для построения белковых молекул Нет То есть вообще-то на самом деле Здесь у нас происходят сотни тысяч разных процессов И хорошо бы для этих процессов завести свой процесс в одном месте Другой в другом месте Третий в третьем И тогда можно создавать условия наилучшие для данного дела Можно ли в бактериальной клетке вот так изменять условия? Нет Допустим, я взял вокруг грибосона Создал условия оптимальные для биосинтеза белка Следующая секунда, что произойдет? За счет какой силы? Диффузия Диффузия За счет диффузия концентрация веществ в бактериальной прядке уравняется Если я здесь создал какую-то специальную зону То все мои старания через секунду полностью пропали Равномерно расступилась в бактериальной клетке И тогда избирательным транспортом А если я в эти мембраны еще наставил вот так Транспортные белки Могу ли я при необходимости определенные вещества из цитоплазмы закачивать внутрь пузыря? Могу А наоборот Другие вещества из пузыря выкидывают из цитоплазмы А в результате пузырь номер один Оптимизировал условия для получения энергии Пузырь номер два Для работы с ДНК Пузырь номер три Оптимизировал условия для строительства определенных веществ Допустим, для фотосинтона Пузырь номер четыре Оптимизировал условия для хранения веществ В результате, как повышено Что будет с производительностью работы такой клетки По отношению к бактериям Это гораздо лучше будет В разы больше Если не на порядке, то в разы Возникла возможность создавать Очень высокопроизводительные, очень хорошо работающие молекулярные системы Почему? А мы в каждом случае подбираем строго определенные условия По этой причине В бактериальных клетках На бактериальных ДНК Сколько всего разных программ записано? Примерно Я говорил Порядка трех тысяч Как повышено Вот в этом случае, когда мы оптимизировали условия И в частности, оптимизированы условия работы с ДНК Созданы такие условия, когда с ДНК работают лучше всего Малекул не путается Работает система, которая может находить ошибки и исправлять их И так далее, и так далее Будем ли довольствоваться только тремя тысячами файлов? Или можно расширяться? 10 тысяч Можно расширяться В этом случае объем генетической программы В районе 20 тысяч генных и выше То есть ДНК у эукалиотических клеток 7 раз длиннее, чем у бактериальных? Примерно так Но на самом деле Дальше все будет зависеть от того, какие виды между собой вы сравниваете Абсолютно не работает правило Чем больше и вроде бы сложнее организм, тем больше в нем генов Совершенно не так У одноклеточных грибов дрожжей Вот сравниваем дворяка, одноклеточный гриб дрожжа У кого генов больше? У дрожжей больше Дело не в количестве, а дело в качестве Как это всегда бывает Это в Голливуде Если большой, толстый, вот такие бицепсы То самый главный побеждатель В природе совершенно не так Дело не в количестве Дело всегда в качестве Название в этом случае используется прежде Как назвать вот эти специализированные детальки Цитоплазма геоприот Как называется любая неоднородность цитоплазмы геоприот Конечно органоиды Вот это органоиды Обратите внимание У бактерий мембранные органоиды есть или нет? Есть Какие? Нет Найдите мне здесь Мембранные органоиды Нету У нее просто мембран кроме плазмолемы нету А у элокариот Есть А у элокариот есть Ни одна элокариотическая клетка без мембранных органоидов не обойдется А известно ли какие бактерии перешли от клеток? В некоторых случаях известно, в некоторых нет Сейчас полностью разотрались с происхождением некоторых мембранных органоидов Остаются проблемы с происхождением самого ядра Но вот когда мы разберемся с происхождением пластид и метафондрии Тогда будет понятнее в каком направлении сейчас ищут претендентов на роль образователей вот этого Первая половина времени существования жизни Вся жизнь на нашей планете, которая тогда была уже очень сложно устроена Но она абсолютно вся была на уровне бактериальных сообществ Бактерии это первые истинные хозяева планеты Каковыми они сейчас и остаются, и всегда будут А все то, что хуже них, это уже вот такое, ну я же не знаю, грибовая спинечка Такое украшательство на уже живую планету Хорошо Ну и вот теперь, вот теперь разбираемся с элокариотическими клетками Среди того периода выделяют четыре царства Что запомнил? Четыре царства Отличают по-настоящему животное от растения И кто такие грибы? Так? Арбратисты 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 Отдельная песня Начнем именно с этой стороны Понимаете, в чем дело? Лучше всего вы знаете себя, любимого А знаете представителя какого царства? Живого 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 Ну вы же не грибы Вроде как не грибы И вроде как не морковки Начнем мы с того, что вы хотели представить себе Можете Да, ну внешняя мембрана, точно так же как у бактерии Называется плазмолема А вот органоиды делятся на две главные группы Одна из которых еще на подгруппу делится Делится на мембранные и не мембранные Стенки мембранных органоидов Построены из фосфолипидного бислоя Куда вставлены рецепторные белки, транспортные белки То есть по сути своей не отличаются от плазмолемы Стенки мембранных органоидов В составе не мембранных органоидов Никаких фосфолипидов нет вообще, никаких не слоев Они устроены иначе Какой важнейший не мембранный органоид Мы с вами упоминали Он есть абсолютно у всех живых организмов Рибосомы, разумеется Не мембранные органоиды, первое, рибосомы Что они из себя представляют Рибосомы исключительно маленькое тело Как следует видно только в электронном микроскопе Состоят из хорошо известного сейчас набора Полтора десятка молекул белка и еще какого вещества Кроме белка из чего еще построены рибосомы? Ладно Вспоминать Из чего построены рибосомы? РРМК Рибосомальная РМК Особый вариант РМК Который создается именно для того, чтобы строить рибосомы При этом, рибосомы в клетке бывают в двух состояниях Первое состояние Будет называться диссоцированная рибосома В диссоцированном состоянии отлично видно, что рибосомы состоят из двух кулаков Причем кулакки эти не разного размера Он такой большой, а второй поменьше Называть их будут субъединицей Вот эта большая субъединица, а эта малая субъединица В том состоянии, когда клетки по отдельности друг от друга Рибосомы не активны Она ничего не может сделать интересного Но если большая и малая субъединица объединяются Вот так А такая рибосома будет называться ассоциированная Ассоциированная рибосома Кто в районе контакта Большой и малой субъединица Вот здесь Возникает площадка Которая будет называться Функционально активный центр рибосомы ФАЦР ФАЦР формируется как раз на контакте Между большой и малой субъединицей Именно сюда захватывается молекула мессенджера Что такое мессенджер? Который придает Матричный или информационный РНК Копия тела Вот именно сюда захватывается эта молекула И дальше рибосома будет двигаясь по этой ленте Последовательно считывать триплет за триплетом И согласно этой инструкции строить белочек Когда дойдет до стоп-кодона До кодонной остановки чтения Что он делает? Он делает простую вещь Он просто оторвет одну субъединиться в другую В результате у вас ассоциированная рибосома Перелет в это состояние А в таком состоянии она работать может? Нет Идея понятна? Здесь же имеет смысл сказать Что рибосомы у эукариот и у прокариот Отличаются Отличаются настолько, что ученые легко могут определить Из какой клетки рибосомы Из бактериальной или из ядерной У эукариот и либосомы их субъединиться Тяжелее Более массивные Ну как вы будете взвешивать частицы Которые видны только под электронный микроскоп На весах На весах, да? А для этого как вы их будете ловить? Неожиданный способ взвешивания Который к весам отношений не имеет Относительная атомная масса А Намного проще, намного красивее Когда-нибудь в лунапарках В гиснайлендах И так далее Видели такое аттракцион? Так Режет колесо Соединенная электромоторка А там выше глибоги, да? И надо Надо Вскочив с земли Добежать до центра этого колеса Там В центре этого колеса Лежит Главный приз Главный подарок Как правило, что многим удается А почему нет? Соединенная 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 Что точка зрения Зайско интересная Глубоко в нее Важно Что возникает усилие Которое Вас будет отсюда Сбрасывать Если колесо движется Вот так А вы сюда Скочили То вас Сбросит Вот по окну Так Хорошо А теперь Я сел вот здесь в серединке Сел на оси вращения Я сейчас сижу на оси вращения Точно на ней Меня спрашивают или нет? Нет И решил двоим из вас помочь Сел я вот здесь И протягиваю руки Двум людям Которые прыгнули вот сюда Этму протянул Этму протянул А теперь между ними Разница какая Этот весит 10 кг А этот весит 100 кг Вопрос Кого я удержу Кого нет? Кого не везет 10 кг Да 100 кг Вы удержите В результате Большая сила отбрасывания Будет возникать по отношению К более массивному телу Или менее массивному телу Менее массивному телу Менее массивному Более массивному телу Конечно Более массивное тело Будет сбрасываться С большей силой А теперь представьте Следующий прибор Я беру Продилку С разными веществами Раствор Пробирки Привесил Вот так Веревка 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 Наверное Веревка 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 При исследовании Молекулярного состава Работают не под микроскопом А столько Что время методами, самыми разными. Рентген-структурный анализ, магнитный резонанс и так далее. Про эти методы вы просто ничего не знаете. Никакого отношения к рассматриванию частиц это не имеет. Это уже другие методы. Вот так мы разобрались с тем, как можно выяснить степень массивности того или иного партнера. И зафиксировали, что бактериальные репосомы менее массивны, чем алкалиотические. И еще про одну детальку типичной не мембранного органоида мы с вами говорили. Кроме репосома. Вспоминайте. Важнейший для эукариот органоид, которого нет у прокариотов. Вот репосом есть у всех обязательно. А вот вторая деталь, вторая конструкция, о которой шла речь, характерна как раз для эукариотов. Функция этого касса вспоминается. Структурная, структурная, как детали это называются, построенная. Цитскелет. Цитскелет, его производная, является важнейшей не мембранной системой клетки. Никаких мембран с теми цитскелетами нет. При этом, в нормальном состоянии, цитскелет, конечно, решает очень важные задачки поддержания формы тела, изменения формы тела, а значит, движения. А вот специализированные его детали, могут вообще, конечно, фантастически красиво, чтобы делать. Допустим, при каждом клеточном делении, точнее, в начале каждого клеточного деления, среди деталей цитскелета формируется высокоупорядоченная композиция из микротрубочек, которая будет иметь такую очень элегантную форму. Вот у нас клетка, которая вздумала делиться. Мы с вами уже упоминали, если клетка собирается делиться, первое, что она должна сделать. Пока еще никаких внешних признаков деления нет, клетке все равно необходимо один процесс скопировать ДНК. ВСКУ совершенно правильно. Первое, скопировал ДНК. Второе, ну вы себе представьте, у вас на единичном наборе там по 25 тысяч генов, а вы сдублировали. У вас молекулы, на которые по 50 тысяч генов записаны. Гигантские ленты. Если бы они просто отболтались с топазом, и мы пробовали их делить, у нас получилось взять их и равномерно разделить для левого и правого будущего детеныша. До нее не вышло все три футбуса. Поэтому фрагменты ДНК сматываются в кассеты. Основой кассеты является особый белок, гистон, на который наматывается ДНК. Как будут называться вот эти кассеты, стоящие из белка ДНК, которые образуются три футбуса. ДНК. Линейная хромосома. А дальше клетки будут построены из публиновых микротрубов. Вот такая конструкция. Объемная беседка. На самом деле между этими двумя точками называются они будут полюса клетки. Проходят микротрубочки. Причем есть они трех разных типов. Есть микротрубочки, идущие от полюса к полюсу. Приятный. Есть микротрубочки, которые дойдут точно до середины. Вот так. Как называется на земном шаре плоскость, равноудаленная от обоих полюсов. Экватор. Экватор. Вот эти микротрубочки дошли до клеточного экватора. И здесь зависли. Вот так. именно к этим микротрубочкам и будут присоединяться хромосомы для того, чтобы дальше двигать вдоль них, ну как трамвай едет по рельсу. Если хромосома присоединилась вот сюда и поехала. Куда она приедет? К к к к верхнему или нижней. Только к верхнему. Она на синей микротрубочке, а все микротрубочки вот сюда стоятся. Итак, все хромосомы, которые присоединились к синему, приедут к северному полюсу. А все хромосомы, которые красные присоединились, все приедут вот сюда. Вот такая конструкция будет называться веретено деление. хромосомы, там есть три вида трубочек. А третий вид трубочек нужен для того, чтобы поставить веретено деление на яркость, чтобы оно само не болталось внутри клетки. От полюса идут достаточно короткие микротрубочки, которые соединяются с остальным цитскелетом. Помните, что весь объем клетки проникан цитскелетом. Если мы взяли полюс и пришили цитскелетом, то теперь как его можно сдвинуть? Пришли злые бабуки и пробуют столкнуть полюс. А он пришит микротрубочками только вместе цитскелетом. А цитскелет связан через переходные белки с мембраной. То есть на самом деле если вы здесь сильно толкаетесь, может привести к смещению всей клетки. Да, если это с кинезином вот с кинезином. О, вот это другое дело. Значит, вот это уже пройдет трансформация клеточного деления. Иногда уж не будет. Итак, вертяное деление это один из специализированных вариантов цитскелета. Одна из их производная. Самое интересное, что ресничные гутики это тоже производная цитскелета. Кучки те же самых трубочек, только торчащие на улицу, наружу. Бактерии тоже? Нет. Мы говорили, что бактериальный жгутик и жгутик аукариота это абсолютно разные конструкции. бактериальный жгутик это одна единственная молекова долга. Она жесткая как сталь, а форма имеет винного штопора. Это просто такой винный штопор, который торчит из клетки на улице. А теперь вы представьте себе такую штуку. Вы винный штопор представляете себя? Ну да. Да, представляете. У штопора рукоятки есть? Да. В случае бактериального жгутика рукоятка штопора вделана в фосфолипидный безслой мембраны, а сам штопор торчит наружу. Так вот, в ходе активации белков из рукоятки штопора рукоятка начинает крутиться оборот за оборотом, оборот за оборотом. Внутри мембрана крутится. Что при этом делает сам штопор? Вкручивается в голову. Что при этом произойдет с клеткой? Миро Миро Она по поводу. Бактериальный жгутик работает по принципу корабельного винта или самолетного винта. А вот Эл периодический жгутик работает абсолютно не так. Что он из себя представляет? Он из себя представляет мючок из девяти пугулиновых микротрубочек. Это всегда кетки. При этом если мючок разрезать, будет видно, как они стоят. Все из них стоят вот так снаружи. Проходит внутри. 7 плюс 2. Вот такой пучок. Соединенные эти микротрубочки вот так кинезин подобными белками. Помните, что кинезин подобные белки умеют шагать. Отлично. Ну а теперь для тех, кто имеет хорошее пространственное воображение. Для тех людей, которые умеют представлять себе происходящее. Вот у нас есть пучок струн, которые мы взяли вот так, они параллельно идут, на эту пространственную национальность. Вот так. Пучок лоб. А теперь берем и вот в этом месте, запустили молекулу, которая потащила вот здесь и здесь точки неподвижные, они остались стоять на месте. Вот эти точки неподвижные остались. А вот эта молекула пробует протащить крайне левое волокно вверх по отношению соседа. Она пробует вот туда протащить. В результате у нас возникнет усилие, которое вот эту точку попытается сместить вверх. Возникнет. В результате расстояние между вот этими точками перешивки, начнет уменьшаться. Почему? А вот эта точка вверх. Хорошо. С этой стороны расстояние уменьшается. А вот на этих волоках расстояние будет уменьшаться? Нет. Скажите, как изменится форма всего пучка? Вот у вас идет пучок струн, с одной стороны струна становится короче, а с другой стороны они изогнется. В какую сторону? А в ту сторону где сокращается струна. Хорошо, в следующую долю секунды здесь мы все опустили, зато активировали белочки с другой стороны. В другую сторону начал изгибаться. В результате жгутик такую конструкцию никуда не крутится. Он изгибается и на самом деле его движение будет все похоже на движение кнута. Щелкаете кнутом. Двинули рукояткой в ответ на это ременное продолжение кнута отписывают в воздухе петлю. Примерно такую же петлю будет отписывать кнутик, но кинезин будет работать только в том случае, если редко мучается энергия. На это условие говорится. Чтобы кинезин шагал, для каждой информации будьте нате, выдвиньте полную энергию. Это значит, надо к нему обязательно подводить энергия. Принципиально отличие жгутиков прокариота и элкариота. Жгутик прокариота это штопор, который вот так торчит. И при активации он начинает крутиться. Просто вот мембрана, вот базальная тельца подстает штопор, вот сам штопор. Вот это внешний цвет. Жгутик элкариота у него тоже есть пожарная тельца, вот тучок идет. Тучок куглиновых микротрубочек. Эта система если подать энергию начинает развиваться. Но как вы будете подавать энергию вот сюда, вот сюда, вот сюда, сюда, сюда. А трубочкам еще не будет, там в этом месте мембрана вот так пойдет вверх, весь этот пучок микротрубочек запран в мембранную трубку. Вот так. Спрятался. Спрятался. В результате вот по этому зазору между микротрубочками и мембраной транспортировать вещества можно? Да. Можно. Соответственно доставлять все необходимое в любую точку. Итак, элокариотический пучок тублиновых микротрубочек обязательно покрытый мембраной. Вот это мы с вами посмотрели. Все главные не мембранные органоиды и элокариотические плоды. Продолжение следует...